Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Здоровое детство в Беларуси отметят День педиатра. Инструкции к ребенку никто не дает, поможет. Может только врач помочь. Как лечат маленьких пациентов. Ночная сирена. На Шмидта горело помещение многоэтажки. Сразу обнаружили мужчину, вывели его на свежий воздух и передали в руки медикам. Кто устроил пожар. Удачный кадр. В Бобруйске работает выставка Александра Анташкевича. Футболисты, хоккеисты всегда по окончании матча жмут друг другу руки. Что представил фотограф. А также безопасная вакцина, топовая рентабельность и нерадивый покупатель. Сотрудники департамента охраны задержали нарушителя. Чем он отоварился? И снова мимо кассы. Сотрудники департамента охраны задержали магазинного вора. В одном из торговых объектов города сработала тревожная кнопка. Как позже выяснилось, 31-летний бобручанин похитил товар на 600 рублей. В списке кофе, шоколад, сыр, колбаса, шампунь и гель для стирки. Нерадивый покупатель был пьян. Ранее он неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело. На днях милиционеры задержали еще одного вора. В этом случае мужчина похитил 25 палок колбасы и коробку конфет. 24-летний украинец приехал в Беларусь для поиска работы. Украденный товар он планировал продать. Нет дыма без огня. Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре. ЧП произошло около полуныча на Шмидта. В колокола забила жительница многоэтажки и горела бытовка возле подъезда. Звено газодымозащитной службы, как только проникли в это помещение, сразу обнаружили мужчину, вывели его на свежий воздух и передали в руки медикам. 64-летний пострадавший получил ожоги ног. Известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Место жительства Погорельца устанавливается. Зимняя резина, ракетные войска и сильный ветер. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. Какие сюрпризы готовит погода? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беженцы на границе Беларуси уже 12-й день ждут открытия гуманитарного коридора в Европу. Сейчас те, кто не улетел домой, находятся в транспортно-логистическом центре. На складах в Гродно подготовлено более 15 тонн продуктов. Ежедневно сюда прибывают новые грузы. Накануне все мигранты согласились принять помощь нашего государства и разместиться в кризисном центре. В республике отмечают День ракетных войск и артиллерии. Подразделение – неотъемлемая часть армии и основное средство огневого поражения в бою. Наши бойцы принимают участие в армейских международных играх. Их профессионализм оценивают на отлично. Это один из старейших родов войск. Сам же праздник Беларуси ведет свою историю еще с советских времен. С декабря водители будут штрафовать за использование летней резины. Пока автомобилистов предупреждают и дают полезные советы насчет безопасного передвижения. Важный параметр, на который будут обращать внимание сотрудники ГАИ во время проверок – остаточная высота протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Также не разрешается использовать шины с большим износом. Лесная отрасль Беларуси дает рекордную прибыль. Выручка крупных и средних организаций – более 2 млрд рублей. Если не сбавлять темпов производства, то по итогам 2021-го цифра увеличится еще на полмиллиарда. В этом году Белорусский лес дает топовую рентабельность в экономике. Выше только финансы и страхования. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Местами порывы достигнут 24 м в секунду. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и мокрый снег. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью до 9 выше нуля. Днем – 5-11 градусов тепла. Защита прав и интересов. В Бобруйске прошла отчетно-выборная профсоюзная конференция работников здравоохранения. В зале сотрудники больницы скорой помощи имени Марзона. Здесь специалисты подвели итоги за три года. Обсудили в целом труд профсоюзного комитета. В частности, оказание материальной помощи медикам и работу общественной комиссии по охране труда. Плюс наметили перспективы на 2022-й. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1812 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 636 543 человека. Вакцина «Спутник Ви» показала высокий профиль безопасности и эффективность 96,3% против коронавируса по результатам оценки за январь-август 2021. Такие данные приведены в белорусско-российском исследовании популяционного иммунитета населения против COVID-19. Именно этим препаратом привито наибольшее количество жителей страны. За 8 месяцев в Беларуси введено свыше 2 миллионов 700 тысяч доз вакцины. От рождения до совершеннолетия завтра в Беларуси отметят День педиатра. Порой первый врач сопровождает родителей и ребенка на протяжении всего периода взросления. Накануне праздника узнали, кто заботится о наших детях. Галина Голубь с детства играла в доктора с куклами и лечила мягкие игрушки. Когда выросла, поступила в Нижегородскую медицинскую академию. И вот уже больше 40 лет женщина следует своему призванию. Долгое время работала в роддоме. Сейчас врач-педиатр в детской поликлинике. Галина Михайловна признается – всегда хотела помогать малышам. Работа с людьми всегда сложна, но это интересно. Очень люблю свою профессию. Я бы столько в ней не работала бы. Очень люблю именно вот этот детский возраст. Дети – это всегда очень благодарно в том плане, что организм растет, развивает, очень хорошо отвечает на лечение, хочется видеть свои результаты. Здоровье – самый важный момент развития ребенка. Болезни малышей, даже самые простые, всегда беспокоят родителей. У РВИ, ветрянка, гастрит – в списке частых обращений. Поэтому так важно, чтобы маму и папу поддерживал хороший специалист. В штате детской поликлиники номер два – 130 сотрудников. В основном – педиатры. Есть и узконаправленные врачи. Еще здесь работают логопеды, дефектологи и реабилитологи. Прививочный кабинет. Есть процедурный кабинет, когда ребеночку делаются какие-то необходимые процедуры. В нашей поликлинике еще работает большое отделение реабилитации. Функционирует судологический кабинет, на котором обслуживаются детки с патологией слуха. Это дети-инвалиды. В поликлинике есть и центр раннего вмешательства. Работают в нем психолог, дефектолог, невролог, инструктор ЛФК. Команда врачей помогает малышам на раннем этапе проблемы, когда, возможно, еще до конца непонятен диагноз. Родители ценят таких специалистов. Первые месяцы жизни для мамочки – они очень важные. Поэтому это такой пугающий момент. Там куча вопросов, инструкции к ребенку никто не дает. Может только врач помочь? Он мне очень помогает в разных вопросах. Не знаем, что делать, чем лечить ребенка. Конечно, помогает врач. А ваш врач с самого начала рождения детей вас сопровождает? С первой нет, а с младшим – да, с самого рождения. Центр «Импульс», где поддерживают подростков, заслуживает отдельного внимания. Он создан под эгидой детского фонда ЮНИСЕФ. Здесь заботятся не только о физическом, но и об эмоциональном здоровье ребенка. Главное правило – анонимность. В самой поликлинике наблюдается больше 800 пациентов. Почти 50 малышей до года. Карина Гуревич, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Эмоциональные кадры. В выставочном зале можно увидеть творческий проект «Спорт. То, что нас объединяет». Автор снимков – ведущий фотограф газеты «Бобруйское житё». В экспозиции Александра Анташкевича около 70 снимков – лучшие работы спортивной тематики за последние 4 года. Все посвящены Году народного единства. Взять, допустим, хоккейный и футбольный матч. Две команды соперничают. Матч заканчивается. И вне зависимости от того, как закончился, кто победил, кто проиграл – футболисты, хоккеисты. И всегда по окончании матча жмут друг другу руки. То есть, ну, спорт – это действительно нас объединяет. Экспозиция приурочена к 103-й годовщине старейшей городской газеты. Увидеть фотографии можно на социалистической стол. Время работы – с 10 до 19. Выходной – понедельник. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»